Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном ипсалтыре с песнею на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются, все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Евангелие от Луки Глава третья В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисаний, четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божьим». Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам!» «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, получая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не сшел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати. И был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиилев, Мириев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левием, Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов, Меляев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Форесов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилеилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Второзаконие Глава 28 Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои, Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которое заповедую тебе сегодня, хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих валов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищу всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь и не будешь жить в нем, виноградник насадишь и не будешь пользоваться им. Вала твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его, осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказою на коленах и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, не отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться на тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так, что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь, Бог твой, дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него. и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою и не даст им последа выходящего из среды ноги ее и детей которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал глаза Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас. И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камнем. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, и стаивание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь, о, если бы наступило утро. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. ... ... Продолжение следует...